Привет! У вас была когда-нибудь ностальгия по тому, что вы не особо помните? Например, как это было у меня – ностальгия по исторической родине. Примерно пять лет назад я думал, что неплохо бы посетить Томскую область. Собственно, там я родился. Но по стечению всяких жизненных обстоятельств пришлось отодвинуть эту мысль далеко на задний план. А буквально год назад, нет, даже меньше года назад, коллеги пригласили меня на съемки для определенной компании в Ханты-Мансийский автономный округ. Это, конечно, не Томская область, но в масштабе всей страны, в масштабе всей страны, это, ну, примерно рядом. Командировка была порядка 12 дней. Если мне не изменяет память. И, несмотря на все сложности и нервяки, которые нас периодически преследовали, я получил от нее огромное удовольствие. Взять хотя бы дорогу. Сначала на такси из дома до аэропорта. Три часа самолета. Потом снова такси до железнодорожного вокзала. Четыре с половиной часа поезда. Потом с поезда на машину и уже на машине мы потратили, я не знаю, порядка часа, наверное, непосредственно до той локации, где мы должны были переночевать первый раз. Вот. И, ну, эта дорога, с одной стороны, кажется довольно простой, но когда ты весь день едешь и постоянно меняешь транспорт, у тебя за спиной рюкзак, в руке чемодан, в другой руке второй чемодан, куча аппаратуры, сумок одежды и чего только нету. Живя в Москве, в Московской области, мне здесь довольно тесно во всех смыслах. И когда я приехал туда, я, наверное, по-настоящему ощутил, что такое историческая родина для меня. Потому что я там, увидя вот этот весь простор, огромные территории, большие дороги, расстояние между населенными пунктами. Там как-то больше воздуха, больше пространства, больше неба, если можно так выразиться. Дышать там намного легче. И чувствуешь себя просто великолепно, спокойно. И получаешь какую-то энергию, которую зачастую не хватает здесь, когда ты погружаешься в этот быт, в обычный, в обычный ежедневный быт, и немного начинаешь забывать про то, что происходит вокруг. Это как-то, я бы сказал, гасит какие-то творческие инстинкты, если можно так выразиться. При определенных условиях я, наверное, мог остаться там на довольно продолжительное время. Но есть определенные минусы, с которыми я не очень хочу мириться. Один из главных минусов – это климат. Я последнее время очень плохо переношу холод. И даже в Москве, где в принципе не бывает сверхнизких температур, но когда ты идешь по улице в минус 10, и под ногами у тебя чавкает эта снегогрязевая масса с реагентами, это создает такую влажность, которая тебя просто вымораживает. Вот в такую погоду у меня даже выходить никуда не хочется, и в эту зиму я максимально много провел времени дома. И с учетом той погоды, которая бывает там, и не очень продолжительного лета, для меня, конечно, это большая проблема. Но справедливости ради, нужно сказать, что недавно я снова там был, но была довольно короткая командировка, там пару дней всего, без учета дороги. И погода меня просто порадовала. Практически не было снега, абсолютно не было ветра. Чаще всего было солнце. И я чувствовал себя великолепно. В итоге все свитера и теплые штаны с термобельем, которые у меня лежали в рюкзаке, они так и остались лежать. Но я думаю, что мне просто повезло, и в другое время там бывает довольно сурово. По крайней мере, судя по рассказам мест. Но опять же, возвращаясь к своим субъективным ощущениям, Я, безусловно, испытываю огромную благодарность коллегам, благодаря которым я там оказался. Хорошо, что я там оказываюсь периодически не очень долго, не по полгода. И в основном это не зимний период. И когда я туда попадаю, я, конечно, снова получаю тот заряд энергии и какого-то творческого потенциала. Правда, когда мы возвращаемся, уже после съемок, и когда уже прилетаем в Москву, каждый раз мы измотаны просто до невероятного состояния. И зачастую даже говорить не можем. Настолько мы устаем. Но после, после всего, проходит какое-то время. И лично я ощущаю тот прилив именно творческой силы, творческого потенциала. В туалетной комнате расположены в передней и в хвостовой частях самолета. Слышны детекторы дыма. Мы напоминаем вам, что курение на борту нашего самолета заключено в течение всего полета. Свои отзывы в полете вы можете оставить в виде замечаний и предложений, или на сайте авиакомпании ЮДР. Если вам понадобится помощь, обращайтесь к бортпроводникам. Кнопка высва находится в панели над вашим веслом. Выгодру за внимание. Продолжение следует...